привет ребят с вами владимир шемет ваш travel адвизор и в этом видео я решил ответить на ваши вопросы по отелю бич альбатрос шармаль шейх 4 звезды последнее время жены часто задаете мне вопросы по этому отелю так что подписывайтесь на канал и погнали и так чтобы разобраться в вопросе открою данный отель с 4 февраля 2021 года либо не откроют этот отель с этой даты и стоит ли выбирать этот отель для вашего отдыха либо не стоит выбирать этот отель для вашего отдыха я хочу познакомить вас с топ-10 нюансов по данному отелю которые вы должны видеть знать и понимать если вы собрались рассматривать этот отель для вашего отдыха и только потом принимать решение ехать или не ехать на отдых в этот отель и так первый момент это в том что я был в этом отеле правда ноябре месяце я отдыхал в акваблю 4 звезды и каждый день ходил через территорию пич альбатрос шарм 4 звезды на пляж и то что я видел под фронт работ который был на территории этого отеля ну просто он невыполнимый в качественном варианте для того чтобы успеть к этой дате там были работники да они ходили из одной стороны во вторую сторону что-то там колупали что-то долбили что-то сверлили но каких-то изменений за неделю моего пребывания я вообще никаких не увидел кроме того что как видел там заваленные грибочки от солнца и как бы побитую клетку мусор и все подобное больше я ничего не увидел за целую неделю моего пребывания но в принципе за несколько месяцев эта ситуация могла измениться но насколько она изменилась и что там сделано информации естественно нет следующий момент на который вам нужно обязательно обратить внимание это скала на которой стоит данный отель 1 обваливается и большие булыжники то есть обратите внимание это не мелкие камушки какие-то которые могут обвалиться от этой скалы это огромные булыжники которые откалываются с этой скалы и летят прямо на пляж да возможно именно сейчас именно в данный момент вот ничего там не обвалилась но это не означает что не обвалится через день через два через три это ребят скала и это серьезное дело вам придется каждый день ходить через аварийный участок на пляж то есть да там есть кусочек пляжа который отремонтирован он небольшой там отдыхают туристы двух отелей акваблю 4 звезды и аквапарк 5 звезд и еще теоретически тогда добавятся туристы из бич альбатрот шаров 4 звезды ну и собственно говоря там наверно будет уже совсем тесно но она в аренном участке естественно я бы не рекомендовал бы находиться длительное время потому что неизвестно что может произойти с этой скалой да и и ремонтируют но из тех темпов которые я видел как ее ремонтируют то этот ремонт будет идти ни один не два и не три года опять ребят обращайте на это ваше внимание следующий нюанс это номерной фон то есть номера в которых будут селить туристам возможно будут селить туристов нужно понимать что это просто темная лошадка потому что информации по реновации этих номеров нету да я думаю если они собрались открывать отель то возможно что-то они там подкрасят подмажут но в лучшем случае я надеюсь они хоть поменяют постельное белье потому что не факт что и это произойдет ну а что касается сантехники я думаю вообще ее никто касаться не будет во время такого грандиозного кризиса в шарм-эль-шейхе то есть в египте где нужны большие инвестиции так что в этом нюансе туристам могут быть реальные проблемы так что следующий пункт это то что касается реновации информации официальной никакой нету поэтому в принципе никто не знает какие работы выполнялись а в данном отеле для того чтобы его подготовить к запуску нигде никакой официальной информации нету следующий нюанс это бассейны ребят в этом отеле официально нет бассейнов с подогревом не для детей не для взрослых и это в феврале месяце когда вода в бассейнах ледяной да некоторые туристы скажут что зачем бассейн когда есть красное море и я поддерживаю это мнение потому что я сам не любитель бассейна тем более когда есть такое красное море но февраль месяц зима и я просто не понимаю как можно ехать в отель в котором нету подогрева бассейна естественно нужно выбирать всегда зимой отели в которых обязательно есть хоть один но бассейн с подогревом и следующий момент на которые обязательно вам нужно обратить внимание особенно это касается туристов которые думают что если они поедут в четверку на первой линии они будут пользоваться аквапарком четверки и пятерки которые на второй линии официально информации о том что туристы могут пользоваться бесплатно этими аквапарками нет поэтому рассчитывайте на то что если вы захотите покататься в самом крутом аквапарке шарм-эль-шейха вам нужно это будет делать за дополнительную плату на месте еще один нюанс на который вам нужно обязательно обратить ваше внимание это то что бич альбатрос 4 звезды шарм-эль-шейхе он косвенно относится к сети пик альбатрос и для этого ребят перейдите на официальный сайт сети пик альбатрос и лично сами убедитесь в том что данного отеля нет в списке отелей сети пик альбатрос шарм-эль-шейхе ссылочка на официальный сайт сети пик альбатрос будет в описании к этому видео так что обязательно перейдите и сами убедитесь в этом нюансе следующий момент ребят это питание тут я даже говорить ничего не буду да потому что просто нечего сказать от это не работал и никакой информации по питанию нет а учитывая предыдущий момент который я вам рассказал я сомневаюсь что в этом отеле будет питание на уровне сети пик альбатрос так что тут тоже сильно не разгоняйтесь еще один момент на который вам нужно естественно обращать внимание это стоимость отдыха в данном отеле ну а чтобы посмотреть возможную стоимость давайте перейдем в поиск туров и так мы в поиске туров на этом сайте вы можете посмотреть абсолютно любой тур который только представлен на туристическом рынке украины то есть все туры которые есть в украине можно найти на этом сайте и так значит для начала давайте выберем категорию отеля чтобы быстренько посмотреть нужную информацию дальше мы выбираем египет он по умолчанию стоит и выбираем регион шарм-эль-шейх вот у нас есть бич альбатрос шарм 4 звезды вот он у нас выбрался и давайте для сравнения возьмем альбатрос акваблю для того чтобы поднимать цену на отдых в отеле бич альбатрос шарм нажимаем за 100 ваты выбираем значит продолжительность 7 ночей выберем вылет киев можно выбрать другой но посмотрим по киеву и выберем дату дату выберем 21 февраля почему 21 потому что я уже проверил информацию и старт продаж должен был начаться с 4 февраля 2021 года но отель на сайте туроператора в стопе а это означает либо нет свободных мест но скорее всего я думаю просто отель не успевают открыть к 4 февраля 2021 года нажимаем знаете и так вот нам показывают результаты с турами в отель бич альбатрос шарм-эль-шейх 4 звезды значит на ближайшую дату то есть 21 февраля стоимость отдыха на двоих взрослых 23 тысячи 807 гривен при этом стоимость отдыха в отеле альбатрос акваблю на эту же дату на 7 ночей на двоих взрослых 26 370 условно говоря разница небольшая можно сказать всего лишь в 100 долларов ребят ну лично я бы никак не при каких обстоятельствах не поехал в бич альбатрос шарм-эль-шейх если условно говоря разница между альбатрос акваблю всего лишь 100 баксов то есть что мы имеем мы имеем кота в мешке за 23 800 и всего лишь на 100 баксов выше отличный отель один из самых лучших отелей категории 4 звезды это условные 4 звезды потому что в принципе этот отель лучше многих пятерок шарм-эль-шейх и вот и разницы практически условно говоря нету так что думайте что вы выбираете ну и последняя особенность данного отеля на которой я хочу обратить ваше внимание в данный момент времени это невероятно красивые виды которые открываются с этого отеля я думаю и закаты и рассветы будут просто потрясающими в этом отеле в общем как говорится друзья красота-то какая лепота и последний вопрос который вы чаще всего задаете мне в комментариях под моими видео что делать что что же делать если вам предлагают тур в отель бич альбатрос шарм 4 звезды я думаю ответ прост беги дядь мить да ребят не один опытный тревел эксперт не отправит своего туриста на отдых в этот отель именно в 2021 году в феврале месяце возможно в скором времени спустя некоторое время отель сможет нормально принимать своих туристов и там действительно будет комфортно отдыхать но на данный момент времени если вам предлагают отдых в этом отеле нужно задуматься кому вы обратились и почему же вам предлагают катал мешке и стоит ли вам доверять ваш отдых менеджеру по туризму либо туристической компании которые хотят с вами так поступить на этот вопрос я надеюсь вы напишите мне ответы в комментариях под этим видео на этом все ребят если у вас есть какие-то вопросы то обязательно их пишите в комментариях под этим видео подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео на моем канале желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока